приветствую на канале диджаб друзья как говорится не одними фифайными едины сегодня у нас на обзоре вот такой вот интересный usb микрофон от компании 7rims модель sr-at10 давайте посмотрим на него поближе наверняка многие из вас привыкли что если стоит выбрать usb микрофон в первую очередь нужно обращать внимание на компании maona или моно и фифай потому что они делают отличные микрофоны довольно доступные по цене и отличное по качеству звучания но это не единственная компания которая выпускает неплохие микрофоны и сегодня мы посмотрим вот на такое интересное решение от компании 7rims микрофон этот бюджетный его стоимость примерно три с половиной тысячи рублей ссылочку на него я оставлю в описании давайте начнем по традиции с распаковки и комплектации приходит данный микрофон в обычной белой коробочке в комплекте находится собственно сам микрофон также usb кабель usb-c на usb-c с переходником на usb type-a что очень удобно это для того чтобы вы могли подключить микрофон к любому своему устройству ну и также всякая полезная макулатура что же касается самого микрофона в первую очередь обращаешь внимание на то что он достаточно увесистый сомневаюсь что все комплектующие внутри столько весят скорее всего в нижней части есть какой-либо утяжелитель для того чтобы он устойчиво стоял на столе что касается внешнего вида внешний вид здесь неплох достаточно стильно интересно похожих микрофонов я не припомню за это плюсик однако конструктив не лишен недостатков например вот этот вот упор для стола он не съемный и не имеет никакой резьбы а значит вы этот микрофон можете только расположить на столе благодаря тому что эта ножка не снимается закрепить его в пауке вы вряд ли сможете ну и также на пантографе не закрепите никакой резьбы ничего здесь не предусмотрено что касается органов управления на передней части есть бесконечная крутилка усиления чувствительности что в принципе неплохо без каких-либо щелчков и так далее и она же при нажатии отвечает за функцию mute то есть отключает микрофон при чем кнопка механическая не сенсорная и что довольно удачно на мой взгляд сделано то что она не щелкает нажимается довольно мягко ну на записи еще на это обратим внимание над кнопкой у нас расположен светодиод он отвечает за отображение режима идет запись горит синеньким режим mute горит красненьким в принципе на этом функционал диода заканчивается ну и сверху у нас большая сенсорная клавиша отвечающая за подсветку подсветка здесь вы никак не регулируется но ее можно отключить за что спасибо всего один режим есть это постоянно переливающиеся rgb подсветка кому-то это может понравиться кому-то это может оказаться ненужным но если не нужно мы ее просто отключаем тут проблем нет с нижней части у нас расположена прорезиненная вставочка для того чтобы микрофон на столе не скользил но опять же на мое удивление никакой резиновой вставочки нет на ножке упора благодаря чему если мы распола расположим микрофон на стол на столе у нас ножка упора вот так вот ерзает вот почему почему нельзя было сюда какой-то надставы же сделать самому что ли колхозе тихо знает но в общем ладно на задней стороне у нас находится гнездо usb type-c для подключения к компьютеру либо смартфону либо планшету и также разъем jack 3.5 для подключения наушников чтобы вы могли мониторить себя во время вещания или записи и это на самом деле достаточно удобно поскольку здесь регулятор усиления бесконечный и какого-либо отображения уровня чувствительности текущего здесь нет единственный способ себя отслеживать это мониторить себя в наушниках с внешним видом мы разобрались теперь давайте посмотрим на что данный микрофон способен и так по характеристикам данного микрофона здесь ничего особенного диапазон частот у данного микрофона от 60 герц до 20000 герц пишет он в 24 бита с частотой дискретизации 48000 герц собственно в таком режиме мы будем его тестировать собственно вот таким вот образом звучит данный микрофон на достаточно большом расстоянии от источника звука по качеству естественно за кадром я его уже послушал сразу после получения звучит он неплохо но мне показалось что слишком много улавливает посторонние шумы либо сам резонирует что вряд ли почему он так улавливает фиг его знает направленностью данного микрофона кардиоида то есть хорошо пишет звук он исключительно перед собой если его повернуть боком он пишет уже хуже ну и сзади и практически не пишет и так что касается запаса громкости здесь он не то что достаточный здесь он чрезмерный на мой взгляд давайте попробую выкрутить на максимум я сейчас разговариваю негромко и вот так вот ведет себя микрофон на максимальном уровне громкости я уже вижу я уже вижу что здесь начались перегрузы ну да ладно чтобы вы понимали его чувствительность а это я просто шевелю пальцами ну и по мне данный микрофон все-таки слишком давайте сделаем немного потише ну и как по мне данный микрофон все-таки слишком сильно улавливает звук по сторонам отсюда собственно и эффект такой реверберации поэтому если у вас комната акустически не совсем подготовлена как моем случае то придется что-то придумать давайте сейчас попробуем записать нашу скороговорку в я думаю обычном кейсе использования то есть микрофон стоит непосредственно перед нами на столе поскольку на пантограф мы его не закрепим я думаю это оптимальный вариант для данного микрофона и попробуем записать билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем ну собственно при таком кейсе использования вот так звучит данный микрофон однако если сделать уровень чувствительности чуть потише и говорить в данный микрофон поближе то звучит он намного лучше прям несоизмеримо лучше на мой взгляд вы же в комментариях напишите как вам в целом микрофон неплох по звуку действительно но видимо из-за того что его можно расположить только на столе и чтобы он в любом случае хорошо улавливал ваш голос инженеры сделали его более чувствительным по сторонам что привело к тому что он неплохо так захватывает и окружающий ваш шум и отражение голоса от стен и прочих объектов хорошо это или плохо решать вам лично мне это не очень так скажем нравится потому что опять же если у вас не подготовленное помещение вы будете ловить отражение в целом микрофончик неплох за свои деньги вполне себе имеет право существовать ну и раз пошла такая пьянка давайте сравним данный микрофон с бюджетным решением от maona это у нас микрофон pm 461 все микрофоны у нас будут в равных условиях все будут стоять на столе и так seven rims sr at 10 билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем теперь у нас звук пишется на микрофон maona pm 461 билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем пишем на maona dm 30 билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем. Ну и мой фаворит на сегодняшний день, это у нас Fifine A8. Билл Гейтсу не понравились булочки, выпеченные пекарями Microsoft, за что он утопил пекарей в чане с чаем. Ну что, друзья, вот такой вот коротенький обзор получился. Надеюсь, вам он понравился. Ставьте лайк, если так. Обязательно подпишитесь на канал и не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну и также заглядывайте на наш сайт, а также группы в соцсетях ВКонтакте и в Телеграме. Там много чего интересного. Ну и еще по ссылочке в описании данного ролика вы можете приобрести себе прикольный мерч. Вот яркий пример на мне. Так что загляните обязательно. Я уверен, там найдете для себя что-нибудь интересное. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!